Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение 7 части урока по Envil. Давайте поговорим о симметрии и симметричной ретопологии. Работу с симметрией я буду показывать на такой модели. Я также добавляю ее в Ritopolis, но прежде чем делать фриз, настрою симметрию. Для включения симметрии Вам понадобится Misk Tools, которые вызываются комбинацией Ctrl-2. И Вы можете прикрепить их куда угодно в области интерфейса. И теперь, чтобы включить симметрию, наводим курсор на кнопку SIM и нажимаем левой кнопкой мыши на ней. Затем Вам нужно будет включить отображение плейна симметрии, который включается нажатием правой кнопки мыши. На кнопке SIM PL. Рядом с кнопкой симметрии. Кликом левой кнопки мыши на этой кнопке Вы можете менять положение плейна симметрии. Настроив плейн, Вы со спокойной душой можете зафризить Вашу голову и включить DRAWMASH TOOL для работы с ней, нажав клавишу B. Как обычно, добавляем новый материал, чтобы его использовать на новой топологии. Итак, чтобы симметрия начала работать на Вашем Retopo Mesh. Вам нужно создать какую-то начальную топологию и как только Вы нажмете Enter, появится плейнт симметрии, говорящей о том, что теперь будет происходить симметричное отображение всей новой топологии. Но, как можете заметить, нарисованная топология не появилась на противоположной стороне. Чтобы исправить это недоразумение, Вам нужно снова зайти в MISK TOOLS и там нажать кнопку SIMRM. Которая нажатием правой кнопки мыши на ней, удаляет симметрию, а левой отражает уже созданную. Давайте отразим то, что у нас уже есть и попробуем нарисовать новую топологию. Как видите, симметрия работает должным образом. Если Вам мешает данный plane, его можно скрыть нажатием правой кнопки мыши на SIMPL. Чтобы привязать нарисованный гид к плейну симметрии, рисуем его... Наводим курсор, нажимаем левой кнопкой мыши, затем удерживая ALT, отжимаем левую кнопку и нажимаем пробел. После данной операции, нарисованный гид переместится в положение линии симметрии. Самое крутое в этой функции то, что Вы можете не волноваться, если как-то начертили не так линию или сбили симметрию. Например, если начертить какой-то такой гид, то его тоже можно выровнять по линии симметрии той же операции. Как только линия выровняется по симметрии, чертим остальную топологию и она будет симметричной. Напоминаю, что если Ваш Retopo объект пересекает референс, то достаточно зайти в Scene Explorer и настроить Retopo Z Render Offset. А также, чтобы назначить новый материал на Вашу ретопологию, просто нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем Assign to Object or Polygon Selection. Далее, если Вы будете рисовать новую топологию, она тоже будет симметричной и с этим материалом. Сейчас не обращайте внимания на топологию, так как я ее черчу быстро и лишь, чтобы показать работу данных функций. Не думая о правильном построении. Но самое крутое в симметрии Envil то, что если Вы выйдете с Draw Mesh Tool, перейдете, например, в режим вертексов, нажав A и будете двигать любой из вертексов Retopo Mesh. У Вас также будет работать симметрия. Таким образом, очень удобно править готовую ретопологию. Снова вернуться в режим рисования, нарисовать новую топологию и опять же получить симметрию. Это все, что я хотел рассказать о симметрии и ретопологии в Envil. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok